Мой брат Валерий, младший, они, вот скажем так, начали в те далекие времена пересторочно заниматься керамикой. И на протяжении нескольких лет они провели некоторые мероприятия по развитию этого направления. И я, можно сказать, по окончанию спорта в 1995 году влился вот в эту тему. То есть она не была новая, она не была придумана там мною или кем-то. Были ряд лиц, которые уже эту тему начали. Но в дальнейшем, по мере нашего развития, ну, соответственно, наращивались обороты, мощности, бизнес разрастался. В большей части, наверное, это были и заемные средства, и собственные одновременно. То есть, как, собственно говоря, и сейчас. По мере нашего развития мы частично, например, построили новый завод недавно, Балабаново, самый такой, наверное, современный в России. И, естественно, это были привлеченные средства, в том числе и собственные, акционеры. Мы начинали как торговое предприятие, как торгово-логистическая компания, которая оказывала сервис, например, которая создавала товарную программу. То, что особо никто не делал тогда в Советском Союзе, это еще, наверное, был. Да. И в дальнейшем, собственно говоря, вот эта торговая деятельность наша переросла в понимание того, что нужно иметь собственное предприятие. Это завод, который делает продукцию как раз ту, как нам кажется, которая необходима сегодня России. То есть мы делаем современные, очень качественные, красивые вещи по абсолютно нормальным, доступным ценам в данной ситуации. Плюс есть возможность у нас делать материалы, которые вообще в России никто не производит, да и в мире не так много заводов, которые делают продукцию, например, большого формата. Метр двадцать на метр двадцать. Вот так что можно иметь в виду тем, кому нужны какие-то, как у нас сейчас модное слово, импортозамещения. Вот оно в керамике есть. Надежда на то, что мы все-таки будем в теме по керамике, по современным вещам, которые становятся сегодня, может быть, дороговато для потребителя, поскольку вы знаете, скажем так, падение нашего рубля, оно, собственно, сделало импортные товары более дорогими для потребителя. То есть здесь мы как раз, вот они, стремились в бизнесе развиваться, занимать лидирующие позиции в керамическом граните, именно. Вот. И рассматриваем, проектируем в Снежинске еще две линии дополнительно построить. А в Москве еще тоже две линии проектируем. Вот. Ну и основной вопрос, как бы, вот, поддержка, финансирование банки. Хотелось бы, чтобы были нормальные кредиты, нормальные ставки, конечно, это обязательно бы помогало нам. Продукцию нужно создать, да, для этого должны быть партнеры, у которых мы приобретаем сырье, все возможное, да, для того, чтобы создать что-то продукт. Оборудование покупаем. Это тоже партнеры итальянское у нас оборудование, все. Это тоже партнеры, партнеры те, которые реализовывают продукцию, которую мы, конечно, не только создаем. Поэтому, конечно, партнеров у нас очень много, от поставщиков необходимого оборудования до компаний, которые реализуют продукцию. Задача у бизнеса, как прописано, в виде зарабатывать деньги, да. Есть, конечно, кто-то больше двигает, кто-то больше инвестирует, скажем так, кто-то больше менеджментом занимается, таким образом. В конечном итоге это интересно, понимаете, достичь чего-то. Вот как в спорте выиграть было чемпионат мира, мне очень хотелось, я его выиграл, да. А потом хотелось сказать, что ты не случайно это сделал, надо еще раз выиграть. Ну и вот таким образом, как бы сам для себя больше. То же самое здесь. Несмотря ни на какие там преграды, сложности, нужно двигаться вперед. Но и целеустремленность такая вот, желание достичь результата. Ну и обязательно, конечно, труд. И еще важный момент, очень важный. А это, конечно, ответственность. Перед в спорте, то и перед страной была ответственность, и перед друзьями, родными, близкими. Хотелось не подвести. Но то же самое фактически и здесь. Потому что есть круг людей, которые от тебя и зависят, и ты, которым должен помогать, собственно говоря, и ты в какой-то степени от них зависишь. То есть вот такая ответственность, дух какой-то команды, который обязательно должен давать результаты, которые ты хочешь, которые ты планируешь.